Так это еще опаснее, потому что тогда начинает выходить стихия. Это самое отвратительное, что может быть вообще в жизни, это когда вы приписываете себе деяния и подвиги ушедших. То есть этот политтехнологический приемчик, он с брачком, с вашей точки зрения? Конечно, он сущностно дефектный, но какое-то время он работал. Вот смотрите, власть же она довольно умела. Появилась замечательная инициатива, она была подлинно народной, бессмертный полк. В Томске, независимое телевидение. Что делает власть? Она берет и экспроприирует, присваивает. И что происходит с этой инициативой? Она во что превращается? Вот в те плакаты вождей, лозунги и транспаранты, которые советские люди носили на демонстрации к 1 мая. То есть смысл начинает тут же теряться, выхолачиваться и превращаться в свою противоположность. Ну вот еще один такой, мы же обещали эмоции, внесу эмоциональный штрих в продолжение темы блокадного хлеба. Мы с вами в наших передачах, ну вот я злоупотреблял своим служебным положением ведущим, рассказывал о закрытии ТЦ Первомайски. И наши внимательные зрители помнят, что я там жаловался, что даже вот после того, как центр только-только закрыли в октябре месяце, внутрь ни арендаторов, ни администрации не пускали господа судебные приставы в течение двух недель. А чего они ожидали-то? Это было связано с тем, что по закону судебный пристав может рассматривать просьбу от допуски к имуществу, от которого он не имеет права гражданина или организации отчуждать, в течение 10 рабочих дней это две календарные недели. Ну так это не обязательно же должно пройти две недели, это же можно и быстрее рассмотреть, насколько я представляю. Закон же это не запрещает? Ну вот рассматривали две недели и не минуты позже. Мы об этом поговорим, а вот это такое, в таком родимом пятне нашей власти, быть какими-то марсиамами из-за Уэллсов-треножников, которые спустились и действуют как будто во вред земной цивилизации. Ну и за эти две недели продукция из супермаркета Виктория успела частично испортиться, частично просрочиться. Ну и вот добрая администрация супермаркета, ну испорченные, конечно, выкинули, а вот просроченные продукты взяли и выставили на палетах на площадь перед внивермагом. По-открыто, да? Открыто, да, ну сопроводив вот пояснениями, что будьте внимательны, продукция просрочена, вот, ну думали, наверное, я не говорил с администрацией Виктории, думали, наверное, порадовать местных бомжей, но в итоге продукцию разбирали прилично одетые граждане и разобрали они все в течение вечера и частично ночи. То есть вот к утру уже поддоны были пустые. Валерий, а вопрос мой следующий. Вот как этот факт соотносится с такой сплетней, которую я услышал от Стаса Белковского, ну я думаю, это, естественно, факт, о том, что он в прошлую субботу, гуляя по Возвиженке и зайдя в салон Авелона, увидел там новенький майбах ценой 57 миллионов российских рублей, готовый к передаче новоиспеченному заместителю председателя Совета Безопасности Медведеву Дмитрию Анатольевичу. А я так почему-то думаю, что на своей предыдущей должности Дмитрий Анатольевич немного недоработал, раз в Москве люди очевидным образом нуждаются, пусть даже в просроченных продуктах питания. Как считаете, вот, как это вообще вяжется? Что ты, милый, правительство же на другой планете живет. Ему нет никакого дела этому правительству, что Медведевскому, что Мишустинскому, что тем, кто сидит в Кремле, а не только в Белом доме, до жизни холопов. Ему нет, им нет никакого дела. Понимаете? Они подкармливают холопов ровно настолько, чтобы эти с голоду не стали пухнуть. Поэтому эта социальная программа была запущена. А люди у нас не просто бедные, они уже нищие. Даже в Москве, которую в России заслуженно называют богатой, Москва богаче за счет того, что набирает Россию. Это чистая правда. Деньги из провинции, они идут сюда, а потом уже по доброму желанию или нежеланию, счастье из них возвращаются в провинцию. Даже здесь люди катастрофически беднеют, и мы это видим. Ну что же говорить о регионах? Помните нам Алексея? Худовищная такая оскорбительная для человеческого достоинства нищета. Не бедность уже, а нищета. Мы действительно живем беднее, чем в некоторых африканских странах. Это вот 20 лет, 20 лет путинского правления, высоченных нефтяных цен, колоссальных доходов, которые страной были получены. И все это пошло для общества к коту под хвост. Но покупатели Майбаха выступают, конечно, не личные Мерседесы. Покупатели Майбаха, я понимаю, нет никакого дела до этих, как сказал бы Честертон, смешных крестьян с их смешной картошкой и просроченной провизией. Вот эти налоги с корнем из крови выдрали из полуживых предприятий. Дмитрий Анатольевич мог бы как-то более скромно перемещаться по городу? Почему именно это? Судя по цене, это бронированный длинный лимузин. Есть такая французская поговорка, Александр, «Большие посты научают большие умы». В России, как тот становится начальником, а вдруг кажется, что он понимает лучше всех, видит дальше всех и вообще вот-вот ухватит Бога за бороду. Это странное убеждение у людей, что они по статусу начинают вдруг обладать всеми видами превосходства. И моральным, и интеллектуальным, и прочим. Смотрите, это происходит сплошь и рядом. Там даже мельчайший начальник на работу, в какой-то профессии. Думаю, наши зрители это очень хорошо знают на своем опыте. Вот это и происходит. И чем ничтожнее человеческая личность, облаченная властью, тем больше у нее самомнение и самооценка. В Европе же это немыслимо. Как это может быть мыслимо, если вы все знаете там, и те, кто власть, и те, кто внизу, что власть вы смените совершенно точно. А если вам не понравится, то еще выйдите на улицы, как выходит во Франции, где пришлось отказаться от пенсионной реформы. Вот вышли и пригрозили. Вспомнили, значит, славные традиции 1789 года, 1848-1870. Так и нам-то есть что вспомнить. Как-то можем повторить. Что ж, и русским тоже есть что вспомнить, им тоже есть что повторять. Хорошая у нас подводочка получилась к следующему вопросу. Очень эмоциональная, заметите. Хорошая подводочка. Я намерен в следующем вопросе пойти по неверному пути Сергея Нарышкина. Возможно вызову недовольство аудитории Валерия Соловья, который вас очень любит. Сразу предупреждаю, что вопрос с подвохом. Знаете, вот как в такой то ли они... На засыпку, как преподаватель студента. Учитывая вашу будущую политическую карьеру, Валерий Ильич, внимательно, пожалуйста, отнеситесь к вопросу. Это знаете, как вот в такой притче про то, как если жена вас спрашивает, похудела она или поправилась, имейте в виду... Я попрошу свою посмотреть. Вот с этого места особенно внимательно. Имейте в виду, что правильного ответа на этот вопрос не существует. Любой будет ошибкой. Я всегда говорю, дорогая ты прекрасно. У меня-то все лучше всех. То есть опытный мужчина в этом случае просто молча достанет бумажник и выдаст супруге деньги на покупку предмета в туалет. Правильное действие вот такое. Надеть нечего. В шкафе места нет. Ну вот, значит, что не так с нашим добрым народом? Почему, как сказал Глеб Павловский, он терпит такое государственное презрение к себе и государственному... Это, знаете, такой роковой вопрос сакраментальный. Кстати, современная русская жизнь, хотя он и раньше задавался не раз. Но я не считаю, что наш народ проклятый, там Россия проклятое место, русские бричины. Нет. Наши люди, как ни странно, с моей точки зрения, довольно рациональны. У них есть очень тяжелый опыт 20 века, очень тяжелый. И опыт последних даже 30 лет. Скажем, исход советской эпохи, 90-е годы, они очень хорошо усвоили, наши люди, на своем опыте. Что всегда может быть хуже. Всегда может быть хуже. Для того, чтобы их заставить действовать, им надо воочию показать, что, ребят, вы сейчас оказываетесь перед выбором. Выбор сформулирован властью. Вам предлагают вешаться. Вам предлагают вешаться. Или вас лишают возможности вообще к существованию. Власть выступает инициатором перемен всегда. То есть, народная реакция всегда вызывается действиями власти. И как только люди приходят к ощущению, что терпеть они больше не могут, что пора начинать действовать, они приступают к действию. Но поскольку власть, она же у нас себя считает очень умной, очень умной, она лишает общества каналов выражения своего мнения более-менее легальных, лишает оппозицию вождей. Ну, типа мы, значит, эту головку возьмем, репрессируем. Вот как, скажем, подготовлен план для предотвращения массовых беспорядков. Как он предполагает интернирование, обратить внимание, не ареста, а интернирования, то есть задержание без предъявления формального обвинения всех лидеров в оппозиции. Ну, план есть. Он одобрен, он... Или отключение интернета в это число? Я не знаю. Понятия не имею, Александр. Серьезно. Ну, так, ну, я думаю, что это аудитория интересная. Да вообще, таких людей в России, знаете, лидеров оппозиции, там, оппозиционных лидеров общества, у них же вообще немного-то. Здесь как-то еще... Вот представьте, представьте, власть думает, ну, вот мы, когда, значит, умыто там и голоса изымем, то все. А стихия себе ведет непредсказуемым образом. Понимаете? И это опыт политических потрясений и революций, он показывает, что как только вы лишаете общества возможности более или менее осознанно выражать и формулировать свои требования, на смену тем, кто был умеренный, приходят радикальные и даже бешеные. И тогда язык общения с властью становится совершенно другим. Поэтому я бы не стал говорить, что наше общество тупое, забитое, это не так. Это не так. Оно совершенно очевидным образом, психологически и морально сейчас пришло в движение. Я думаю, что вы подтвердите мои наблюдения, скорее всего, хотя, может, и провернете. Я с кем сейчас не говорю, там, из тех, кто наблюдает, неважно, люди вовлечены в политику, неважно. Они говорят, что в воздухе разлито какое-то тяжелое предчувствие, ощущение чего-то тревожного, беспокоящего, опасного. Как что-то должно сдвинуться, как будто в воздухе пахнет грозой. Вот ощущение перед грозой, что черная туча надвигается. И ты понимаешь, что рано или поздно оттуда ударит молния и начнется ливень. Пока это еще не началось, но ты же это предощущаешь. Вот такое сейчас предощущение в российском обществе. Ну, дорогой Валерий Дмитриевич, но это же, это история с долготерпением народа. Ей не один десяток лет и даже не одна сотня лет. Ну, за знаменитые пушкиские строки. Ты не совсем так, Саша. Зачем садам дары свободы? Их должно резать. И между тем, если посмотреть историю России до 20-го, до большевистской власти, до большевистской власти, Россия чуть ли не мировой рекордсмен по числу бунтовых восстаний. Постоянно люди, другое дело, что это не приобретало характера, да, или редко, там, крестьянских воин, типа Пугачевской. Она поэтому была такой абсолютно звериной жестокой, уж терять им было уже нечего. Понимаете, вот в чем особенность русского бунта? Он беспощадный, потому что он осмыслен. Потому что люди доведены до предела терпения. До предела. Очень важный момент прозвучал. Предел терпения. Это как вот у боевых пород собак есть болевой порог. Приблизительно. Вот один штрих. Дональд Фредович Трамп, которому лично я, но я и от вас этого не скрывал, и вообще не скрывал, я очень симпатизирую за его бойцовский характер. Несмотря. Ну, типичный агент Госдепы, что вы с меня хотите? Да, конечно, Александр. И причесочка-то у вас, как у американского офицера. Ну, внимательные слушатели подозревают во мне офицера ФСБ. Ну, ладно. Да разве? Просто привык после военной кафедры мои друзья, простите меня. Раньше у меня была прическа вполне романтичная. Никаких оправданий, все уже поняли, Александр. Ну, так вот, Дональд Фредович, приехав в Давос, несмотря на все свои импичменты и висящих на нем, как бульдогов-демократов в разных частях его костюма, стряхнул этих бульдогов и непринужденно рассказал собравшимся в Давосе, каких успехов он достиг в американской экономике. В частности, он сказал о том, что беспрецедентно низкий уровень безработицы сейчас в Соединенных Штатах, 3,5%. А в американской политологии считается, что критический показатель для переизбрания на следующий срок это 8% безработицы. Ну, значит, у нас официально безработица 3,5%. Как говорит немножечко невоспитанный блогер Давидович, эта цифра чистый фуфломицин. А мы с вами понимаем, что те самые самозанятые, которых никто не может сказать, как Голикова сказала, у нас бедных порядка 18-19 миллионов, как будто они даже точно посчитать не могут. Да, и не могут и не хотят, главное. Ну, не царское это дело. Ну, вот, значит, у нас, если посчитать, ну, давайте возьмем хотя бы 20 миллионов. То есть, эта цифра существенно превышает американскую. Ноль эмоций. Люди просто тихо выживают. А еще и там вот в последнее время ходят слухи, что домохозяек хотят обложить за то, что они там варенье варят у себя на кухню. Да, ну, речь идет о том, чтобы тех, кто пользует своим подсобным хозяйством, там, огородиком, садиком, да, с них тоже начать брать мзду. Точно-таки, как, если не ошибаюсь, Чаполина, вот, налог на воздух за то, что вы дышите. Помните? Там кум-тыква, по-моему, пытался, пытался поменьше воздуха. Валерий, когда я был маленький и читал эту сказку, я в страшном сне не мог представить, что я в нее попаду. Мы все в нее попали. Мы все попали, Александр, и, честно говоря, во многом из-за того, что мы не сопротивлялись. Понимаю, что мы не понимали, к чему дело идет. Не понимали. Мы воспринимали, как должен обмен свободы на экономическое процветание, ну, относительное процветание, но, тем не менее. Нулевые годы оно начиналось, и мы получали плоды от экономического роста. И общество в целом, кто-то больше, кто-то меньше. И в итоге, в 2013-2014 году вдруг получилось, что вот мы обменяли свободу на богатство, но на процветание. У нас не оказалось ни свободы, ни процветания. И теперь нам вот из этого тупика придется выбираться. Выбираться будет очень болезненно. Очень болезненно. И просто уже не выйдешь. Еще до 2014-го года нужно было выйти просто. Относительно просто и безболезненно. Сейчас придется выходить с потерями, теряя часть кожи. Но, увы, другого пути у нас уже не осталось. Продолжаю немножечко развивать тему предыдущего вопроса и вернусь, обращусь к другой стороне этого противостояния. Народ власть ко власти. Знаете, друзья, я тут совершенно случайно пересмотрел один фильм. Это из... Леонид в октябре? Нет, это фильм немножечко более свежий. Он 83-го года, из позднего советского кинематографа, но тем не менее неплохой. Дважды рожденный, называется, режиссера Аркадия Сиренко. Я для зрителя напомню сюжет, вы его наверняка вспомните. Сразу там действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. 42-й год, Белое море, наш транспорт с ранеными оказывается атакованным немецкими самолетами. Транспорт топит, и один солдатик, новобранец, 18-летний, спасается. Он смог вылезти на льдину. А, помню, кстати, очень сильный фильм, да. По этим ледяным полям он идет, выбирается к своим. И непонятно почему, один из немецких летчиков... Его начинает преследовать, играть. Его начинает преследовать, убивать, да. Он прилетает каждый день, ну, из самолетов, все-таки по человеку попасть достаточно сложно. Вот, раз за разом он возвращается и пытается этого замерзшего голодного человека убить. И там есть очень такая сильная сцена, это, ну, конечно, это гипербола, да, такая. Мать этого солдата, которую играет великолепная Нина Русланова, русская красавица, как бы обращается к этому немецкому пилоту и говорит ему, немец, а немец, ну, что он тебе плохого сделал? Ну, отстань ты от него. Ты человек или нет? Ну, я просто не могу передать эту сцену, друзья, ну, это действительно надо посмотреть. Эмоциональный накал, я когда ее пересмотрел, вы знаете мне, что, вот, какая ассоциация возникла? Каждый из наших с вами соотечественников. Вот ему кажется, что он на один на один вот с этим монстром государства, вынимая какие-то очередные платежки или штрафы из своих ящиков, обнаруживая в своем Сбербанке онлайне какие-то... Ну, то есть, практически тебе твои деньги даже уже не принадлежат. Вот этот вот... Вообще, вот, что это за люди, которые у нас чиновники, и что это за люди? Вот мы с вами задались вопросом, а почему этот судебный пристав не мог быстрее решить этот вопрос? Он же повел себя хуже, чем оккупант. Ну, если бы Москву захватили немцы, они бы, наверное, эти продукты изъяли бы... Сдувым, 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 сдувым могал таким образом, возможно, ожидал. Знаете, неожиданно, я никак-то не думал. Ну, то есть, вот, давайте возьмем это как основную гипотезу, но почему эти люди, они не остаются людьми? Почему они себя не ведут по-человечески? Саша, вот этому есть объяснение, оно, кстати, совсем не эмоциональное, оно социологическое. Вот это система, да, государство, это система. В системе есть системообразующие элементы, есть периферийные, второстепенные. Логику поведения системы, правила игры в ней задают системообразующие. То есть, если наверху в системообразующих элементах оказываются животные, но это оскорбление для животных, кстати, потому что животные испытывают жалость, сострадание по отношению к себе подобным, эти не испытывают. Эти не испытывают. Они в этом смысле скорее похожи на крокодилов, у которых нет никаких эмоций. У рептилий нет сантиментов, понимаете, никаких эмоций. Вот они похожи на рептилий. Может быть, они рептилии, может, у них там рептильный мозг преобладает. И вот они задают логику системы. А вся система выстраивается сверху вниз. То есть, те, кто внизу, они смотрят. Ну, помните это знаменитое, то, что внизу и то, что наверху. Гермистрис-мегист. Гермистрис-мегист, да, эзотерическую мудрость. Это на самом деле социологическая аксиома просто. Они начинают копировать эту модель поведения. И они обращаются к нам вот этой своей неживотной, рептильной частью. Понимаете? Они ведут себя по отношению к нам, как к рептилии. Как к холоднокровной, по отношению к млекопитающим. Вот так это выглядит. Можно ли это, конечно, как только вы меняете систему образующие элементы, появляются те, кто в своих действиях опирается на здравый смысл. На здравый смысл. Обратите внимание, не на множество прочитанных книг по экономике. Там есть очень образованные люди среди этих рептилий. Я прекрасно знаю. Но здравый смысл и сострадание. Ты же общаешься, обращаешься к себе подобным. Они же люди. И как только ты это ощущаешь, твое поведение меняется. Понимаете? И тогда система начинает меняться. Ну, то есть, этот судебный принцип, он не безнадежен, да? Нет, конечно. Как человеческое существо. Он использует те свои качества, которые ему помогают эффективнее в рамках этой системы действовать. С нашей точки зрения, это издевательство, так и есть над здравым смыслом. Да, это плевок, это оскорбление. Поэтому мы ощущаем свою униженность, беспомощность и оскорбленность. В России все унижены и оскорблены. Кстати, его начальство, пристава, ведет по отношению к нему точно так же, как он ведет себя по отношению к нам. Пыль под ногами. Ну, все это сверху вниз. Это транслируется. Меняете то, что наверху, начинает меняться то, что внизу. Не сразу, но начинает меняться. Это очень важно помнить. И когда вы слышите, ну, давай ты вот, так сказать, сотвори мир у себя дома, наведи порядок у себя во дворе. Я-то наведу. И что, налоговое бремя уменьшится? Штрафами перестанут обкладывать? Я уберу в дворе и после этого честные выборы будут у меня на избирательном участке? Нет ничего подобного. Потому что так устроена и система. Помните, поэтому в нее-то откуда рыба? И чистить ее надо не с хвоста поэтому. Нет. Отсекать то, что сгнило. Ну, остается только вспомнить цитату уважаемого Фридриха Ницше. Самым холодным из всех холодных чудовищ является государство. Да, это так. Холодно лжет, оно и лошадь ползет из уст его. Я государство, есть им народ. Но, хорошо, ну, допустим, с организмом рыбы все ясно. Давайте к голове вернемся, вот буквально коротко. Мы же вот видим, да, мы все смотрим новостные заголовки информационных агентств. Открывая их каждый раз, мы обнаруживаем опять какую-то очередную драконовскую меру. Скажем, кстати, нашим слушателям. Возможно, это им будет практически полезно. Друзья, вот буквально вчера, я не помню где, источник поэтому точно не укажу, я натолкнулся на то, что с 1 июля этого года, будьте внимательны, налоговая инспекция ФНС получает право требовать у банка информацию по карточным счетам граждан. Если сотруднику ФНС что-либо покажет с подозрительным вниманием, он имеет право вызвать вас на допрос. И если ему покажется, что в ваших поступлениях видна коммерция, он доначислит вам на все ваши поступления 20% МДС и подоходный налог. Ну, хорошо, интересные наказания он мне будет выводить пока что. Ну, мне, конечно, уже недолго осталось. Вспомним налог на дикоросы, вспомним вот это вот, то есть вот вспомним на то, что вот буквально сегодня я слышу, что понизит допустимое превышение скорости. Ну, то есть вот сейчас можно на 20 километров превысить. Минюз предлагает эту цифру уменьшить до 10 километров. То есть я на самокате, я на самокате теперь вас буду обгонять, Александр. Вот, точно буду обгонять. Но вот вы на Бугатте, я на самокате, я вас обгоню. Валерий, вот мне представляется, что голова этой рыбы достаточно просто могла бы выйти из своих проблем. Да, вот взять и сделать какой-то шаг навстречу людям, вот физиологически протянуть им лотой и что-то отдать. Крокодил не может войти в положение жертвы, которую он пожирает. Не может. То есть это природный механизм. Он ничего не чувствует. Ничего. Он только хочет эту жертву съесть и насладиться. А безопасность, Валерий Ильич? Он же понимает, что вот еще... Есть чувство страха есть. На этот случай выводятся деньги за границу, выводятся в страны Персидского залива. В прямом смысле, в натуральном виде складывается наличность и тонны золота. Я не преувеличиваю тонны золота и тонны наличности в разного рода хранилищах. Да, они боятся. Вот они демонстрируют нам свою северя по уверенности, а внутри глубинный и усиливающийся страх. Друзья, сакраментальная фраза, время нашей передачи подходит к концу. Немножечко не успел я еще несколько заслуживающих внимания и эмоциональных вопросов вам донести. Давайте вот два таких наиболее существенных и завершаем. Я на это интервью, как я уже говорил вам до съемок, взял интервью Дмитрия Потапенко, где мы с ним перемыли кости в политическом плане и транзиту, и экономики транзита. Я ему не удержался и задал вопрос, потому что он всех беспокоит. У людей есть вот это ощущение надвигающихся каких-то неприятностей, может быть войны. Друзья, внимание на экран. Завершающий вопрос такой, он квазиэкономический, можно даже сказать житейский. Вот была такая, такой литературный персонаж из пьесы Бертольда Брехта «Мамаша Кураша и ее дети». Я точно фразу не помню, но она как-то сказала что-то вроде того, что жизнь продолжается, пока продолжается война. Многие политологи, в частности Валерий Соловей, говорят о том, что вы разворачивались в политическом спектакле. Есть, по крайней мере, на столе лежат и военные сценарии. Насколько это реально угроза и что делать? Доллары покупать спички мылом? Я не вижу военного сценария как такового, потому что для того, чтобы произошел военный конфликт или не открытое столкновение элит с использованием спецслужбы ли, войск ли, для этого нет предпосылок. Дворцовые перевороты произойдут в лучшем случае в рамках Садового кольца, поэтому говорить именно об открытых военных конфликтах я бы не стал. Ну вот, Дмитрий Валерьевич с вами немножечко разошелся в оценке рисков внешней войны, но что, в общем-то, нормально. Вы же не члены Единой России, в конце концов. Два членовлена имеют право разойтись по мнениям. Это нормально, это очень полезно. Но он сказал вот другую вещь, друзья, если вы обратили внимание, о том, что война-то может быть вполне в пределах Садового кольца. Вот это о чем шла речь, мы не успели этот вопрос раскрыть. Да, я думаю, это связано с тем, что мы с вами ранее обсуждали. Я говорил, что нам придется, все равно придется осуществлять перемены, но уже они не пройдут безболезненно. Я думаю, что классовые, как говорили в свое время, помните, в советской, классовые битвы или сражения, да, в центре Москвы почему нет. Выход из политического кризиса, да, выход из политического кризиса явно будет сопровождаться эксцессами. Но уже пути у нас не осталось. Похоже, что возможность безболезненного мирного перехода к другой политической системе мы миновали, оставили в прошлом. Это не приведет к гражданской войне, я сразу же скажу. Даже то, что это будет происходить в Москве, это в центре, это не будет заметно на, ну скажем, в том районе, далеко, в ближайшем от центра, где живу я, нет. Обычно так все это и проходит, что, ну вот как это было, допустим, в Киеве, там, в конце 13-го, в начале 14-го года, вот Майдан, площадь независимости, Майдан на залежности, вот там события разворачивались, банковые. Действительно небольшую часть города. Странный город жил своей нормальной. А город и страна жили своей жизнью. То же самое будет и в России. Но то, что произойдет здесь, в центре, в центре российской столицы, а судьба будет решаться, политического кризиса, исход его, и судьба страны именно в центре российской столицы, изменит сначала страну и очень повлияет на отношения России с другими странами, с ее соседями, на внешнюю политику, безусловно. И все это произойдет, Саш, не в какие-то отдаленные времена, это все произойдет при нашей жизни и довольно скоро. Завершающий вопрос такой, Валерий Ильич, слегка философский. Мой один приятель детства был на дне рождения у одного должностного лица, это было довольно-таки давно, и он там пересекся с бывшим госсекретарем и бывшим зампредом правительства России Геннадием Бурбулесом. Обстановка располагала к такому разговору по душам. А, рюмка старого Доброго Эля, да, была выпита на вячарке, и не одна, да, еще и не одна, да. Вот, и когда мой друг спросил у него, почему, вот, собственно, этот вопрос, который я вам задавал, почему власть все время так себя ведет по отношению к народу, Бурбулес сказал буквально следующее. Ты знаешь, говорит, власть в России никогда не любили, это еще было от князей. И власть всегда об этом знала и использовала альтернативную любви и возможность управления людьми, а именно страх. Вот вся система, которую создал наш президент, она этот страх воспроизводит, и им пронизаны вот все социальные группы. Абсолютно, даже они сами не живут без страха. А они сами о чем боятся. За исключением нескольких лучших чиновников, все остальные живут в состоянии постоянного страха. Знаете, это вот очень заканчивать вопрос не надо. В страхе же нет ни творчества, ни развития. Несколько знакомых психотерапевтов, практикующих, ну, кто работает там со средним классом, а кто с очень фешенебельной публикой. И как-то одна из психотерапевтов мне привела потрясшую меня вот такую резюме. Она говорит, вы знаете, вот я работаю с детьми, там очень приходится, с детскими неврозами, с подростковыми проблемами. Так вот, в семьях богатых русских детям снится, что нефть перестала идти из скважин. Это у них кошмар. Я понимаю, что это такой корпоративный кошмар. Но в состоянии страха, она это не описывала как уникальный случай. Понимаете? То есть, у нее возможность для обобщения уже была. И совершенно точно, никто не живет спокойно. То есть, у тебя огромные деньги, гигантские. Вообще, вы даже не представляете, Александр, мы не можем представить даже, сколько у некоторых из них денег. И все равно ты не можешь насладиться. Не можешь насладиться этим. Не можешь пожить в покое. Страх отражается. Ты все это откладываешь на потом. И не связываешь это потом с Россией, что очень интересно. Ты знаешь, что здесь тебе все равно будет беспокойно. И здесь найдутся люди, которые могут к тебе прийти. Или это будут твои же сослуживцы. Либо это условно народ, общество, которое потребует возмездия и воздаяния. Потому что, вы уже помните, как прекрасно было сказано по Конфуции, за добро надо платить добро, а за зло по справедливости. Моя любимая старшая эда. Злые поступки, сказал Один, злыми зови, мсти за зло и немедленно. Вообще, вместе ничего плохого нет, хотя это немножечко с христианскими традициями. А это справедливость. Если зло не наказано, у добра нет никаких шансов восторжествовать. Это надо помнить. И восстановится гармония. Да, совершенно верно. Да, О, будет недовольно. Да, О, будет возмущено. Друзья, ну, надеюсь, вам интересно было присутствовать при этом разговоре. Особенно оптимистическом финале. Потому что мне, честно говоря, с Валентом Дмитриевичем не хватило общения. Но у нас регламент неумолим. Поэтому мы будем вам признательны, как всегда, за ваше участие в форумах под нашими выпусками. Мы это все читаем. Будьте уверены. Благодарим вас, что были с нами. И прощаемся. До следующего выпуска. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok